Всем добрый день! Меня зовут Алексей Авдеев, я из SchoolTouch. Очень приятно видеть столько народу в субботний день. Я думал, что никто уже не хочет работать по выходным, все хотят отдыхать. Я, собственно, хотел бы рассказать вам про мобильные сайты, поделиться с вами результатами нашего исследования, которое мы проводили совместно с Google, о показателях эффективности мобильного сайта, о том, какие показатели влияют на то, насколько ваш сайт будет эффективен. Мы постарались провести достаточно объективное исследование с кучей выводов. Ну, собственно, начнем. Или не начнем? Ну что ж, первый вопрос, который, в принципе, возникает практически у любой компании в определенный момент времени, это стоит ли делать мобильное приложение или достаточно просто хорошего мобильного сайта. И второй вопрос, собственно, это какие параметры характеризуют хороший мобильный сайт. То есть, что на нем должно быть, собственно. Отвечая на первый вопрос, я думаю, на самом деле не совсем корректно сравнивать, вообще, в принципе, мобильное приложение и сайт, потому что у этих продуктов достаточно разные цели и задачи, в принципе. И мы понимаем то, что здесь все очень сильно зависит от сферы и конкретно от пользы, от ценности вашего приложения. То есть мы понимаем то, что в мобильном приложении есть, несомненные, огромные плюсы. Во-первых, оно производительнее. Во-вторых, мы можем запихнуть туда гораздо больше функционала. В-третьих, самое главное, это приложение всегда на главном экране смартфона вашего клиента. Но, с другой стороны, в этом же и проблема, потому что, чтобы приложение появилось на экране смартфона, нужно, чтобы пользователь его скачал. Чтобы он его скачал, вам нужно заплатить, соответственно, за инсталл. И, как правило, эта цена гораздо больше, чем стоимость привлечения клиента через мобильный сайт. Ну и самое главное, важно, чтобы клиент после такого приложения скачал, через пару часов его не снес, как делают 80-90% клиентов с коммерческими приложениями. Соответственно, здесь стоит задуматься о том, что вы делаете. Если вы, как на примере, авиакомпания, тогда, конечно же, я не думаю, что кто-то будет спорить, что мобильное приложение важно и нужно. Если вы продаете там квартиры, машины, я не знаю, айфоны, что угодно другое, нужно задуматься, а какую ценность вы можете дать в приложении клиенту. Будет ли он пользоваться им каждый день или хотя бы раз в неделю, раз в месяц или нет. Потому что если не будет, то очевидно, что толку не будет. Вы просто потратите деньги зря. Современные технологии позволяют делать достаточно классные функциональные мобильные сайты. И, в принципе, они по возможностям уже не уступают ни одному мобильному приложению. Единственная разница в том, что точка входа будет через браузер, через поисковик и через прямой набор, соответственно, непосредственно в адресной строке адреса сайта. Но, соответственно, мы понимаем, что, как правило, стоимость привлечения клиента через мобильный сайт, она гораздо ниже, чем стоимость инсталла для коммерческого приложения. Соответственно, что же характеризует такой хороший мобильный сайт, когда мы говорим именно об этом? Мы выделили три основных таких принципа, три основных составляющих. Первое – это содержание. То есть это непосредственно уникальный контент, тексты, картинки, ваше уникальное предложение, которое вы предлагаете человеку на сайте. Второе – это скорость, скорость загрузки, скорость работы сайта. И третье – дизайн и функционал. Соответственно, первый пункт, он наиболее субъективный. Но, с другой стороны, как правило, он наиболее как раз и влияет на конверсию. Немного таких спойлеров, наверное. Мы выяснили то, что дизайн и функционал, наверное, наименьшей мере действительно влияют на конверсию в итоге. Если мы смотрим на больших данных, на больших цифрах, скорость влияет очень конкретно. Но при этом содержание, несомненно, я думаю, вы со мной согласитесь, это самое главное. То есть на одном и том же сайте, неважно, красивый он или некрасивый, если вы даете человеку сразу ответ на вопрос, скажем так, то, что он ищет, то, что он хочет получить, даете хорошее уникальное предложение, которое лучше, чем предложение конкурентов, вероятность того, что человек купит, конечно же, больше. Здесь единственное, я бы выделил такие вещи, как микромоменты. То есть вот эти два пункта последней скорости дизайна, они более-менее объективны. То есть их можно померить. То, что касается содержания, здесь конкретных советов давать, наверное, невозможно. То есть единственный совет – делайте классный сайт, делайте хорошее предложение, которое будет дешевле, выгоднее, удобнее, чем конкурентов и так далее, и так далее. Я не знаю, давайте контент на странице, который будет отвечать на поисковой запрос пользователя. Вот, собственно, в чем суть? В том, что вспомните себя несколько лет назад, буквально лет пять назад. Если вы хотели что-то сделать, куда-то пойти, что-то купить, я не знаю, что-то узнать и так далее, вы просто шли и делали это. Вы шли в магазин, шли, я не знаю, в торговый центр, шли в музей, в парк и так далее. Сейчас, если вы что-то хотите сделать, вот по статистике 80-90% людей сначала достанут мобильный телефон и спросят у него, как бы, а как это сделать? Я уже не помню, как дойти до парка. Я не знаю, как купить какую-то вещь, какие отзывы по этому продукту, насколько там он удобен и так далее. В общем, появились такие так называемые микромоменты. Соответственно, люди перед тем, как что-то делать, сначала убивают, спрашивают мобильного телефона разрешения. Соответственно, в этом и суть основного подхода к созданию содержания мобильного сайта, что ваш контент должен отвечать именно на этот микромомент. Человек спрашивает, я хочу узнать, я не знаю, сколько стоит, какие отзывы и так далее. То есть, соответственно, когда он приходит на страницу, в отличие от десктопа, он не хочет изучать информацию про вашу компанию, про предложение и так далее. Он хочет просто увидеть сразу, стоит столько-то, рейтинг такой-то, отзывы хорошие, почитать больше, да, почитать. И как бы вы вовлекаете его уже дальше в это приключение, скажем так, на своем сайте. Ну, то есть, первично основная цель – это давать ответ на главный вопрос. Соответственно, здесь очень полезная штука – это адаптированный контент посадочных страниц, различные динамические подмена текстов в зависимости от запросов в контексте и так далее. То есть, это все действительно работает, это все действительно очень важно, особенно в мобайле. Касательно оставшихся двух пунктов, как я говорил, они более объективные. То есть, скорость так или иначе можно померить, дизайн и функционал можно также так или иначе проверить хотя бы по какому-то определенному чек-листу. Что мы, собственно, с коллегами из Google и сделали? Мы провели исследование достаточно объемное. Мы проверили данные полутора тысяч различных сайтов коммерческих в Российской Федерации из 20 различных отраслей. В основном это звонящие тематики. То есть, это компании, которые продают какие-то физические товары и услуги. Мы оценивали достаточно большое количество параметров, начиная от базовых посещаемостей, например, по устройствам и так далее, заканчивая звонками, заявками сайтов. И вот как раз вот этих двух параметров, которые я называл. То есть, скорость работы сайта и удобство этого сайта. Ну и в результате мы получили как раз такое достаточно объемное, интересное исследование о влиянии вот этих факторов непосредственно эффективность мобильного сайта. Мы использовали четыре основных инструмента. Первый — это динамический колл-трекинг. Само собой, это колл-тач. Есть кто-то, кто не знает, что такое динамический колл-трекинг в зале? Есть. Отлично. Мой звездный час. Динамический колл-трекинг — это технология, которая с помощью подменных номеров позволяет определить сессию пользовательскую человека, который позвонил. То есть мы показываем всем людям, которые в одно и то же время на сайте разные номера, человек звонит на уникальный номер, который в то же время никому не показывается. И, соответственно, мы понимаем то, что позвонила вот эта вот пользовательская сессия. Исходя из этого, знаем, что это человек, там находится он в Москве, использует iPhone, браузер Chrome, пришел по контекстной рекламе из Яндекс.Директа по запросу купить, я не знаю, диван, кровать в Бутово. В общем, у нас появляется огромное количество информации про этого пользователя. Все это автоматизирует, автоматизированно агрегируется в разных отчетах, подтягиваются данные к скучной системе и так далее, и так далее. В общем, благодаря этому инструменту и, собственно, статистике как раз нашего сервиса, мы как раз получили все вот наши вводные данные для исследования. Следующий инструмент — это Mobile Friendly Test от Google. Я вам рекомендую сейчас скопировать эту ссылку, зайти обязательно сейчас или там на досуге, потом проверить свой сайт. То есть это инструмент, который по достаточно простому чек-листу дает однозначный вердикт. То есть как поисковая машина Google видит этот сайт, Mobile Friendly он или нет. И плюс даются, соответственно, какие-то конкретные простые рекомендации. Ну то есть проверяются основные такие базовые вещи, то есть как выглядит контент относительно экрана, насколько большой шрифт, удобно или там есть навигация или нет ее. То есть с одной стороны вы узнаете, насколько человеку, в принципе, как бы субъективно удобно с точки зрения юзабилити. Но также здесь очень важно, что Google давно уже, в принципе, подтверждал или, правильно сказать, не отрицал то, что Mobile Friendly сайты, мобильные выдачи ранжируются лучше, чем не Mobile Friendly. Ну то есть как полезно узнать, соответственно, как машина видит ваш сайт. Третий инструмент — это Test My Site, также от Google. Google — тоже очень классная штука. Она также анализирует по большому достаточно чек-листу не только Mobile Friendly сайта, но и в целом его удобство. То есть в результате дается такой агрегированный рейтинг от 0 до 100. Насколько ваш сайт удобен для пользователей. Тоже обязательно зайдите, потому что даются конкретные рекомендации. То есть что же надо делать. Например, удались какие-то лишние скрипты, которые сильно подгружают страницу, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Собственно, последние два инструмента, Test Mobile Friendly сайт и Test My Site, мы использовали для оценки как раз удобства на мобильных устройствах использования сайта и в целом удобства сайта. И последний инструмент — это WebPageTest.org. Вот ссылка, тоже рекомендую зайти. То есть этот инструмент проверяет скорость загрузки, скорость работы сайта по множеству параметров. Ну о них я чуть подробнее тоже чуть позже расскажу. Сфоткали, все, да? Отлично. В общем, провели мы исследование. Первый самый базовый вывод — то, что из полутора тысяч сайтов только у третьей, третьей только действительно оказались мобайл-френдли. То есть они действительно удобны с точки зрения использования на смартфонах, и поисковая машина, соответственно, считает их мобайл-френдли, и, соответственно, она их лучше ранжирует в мобильной выдаче. Соответственно, мы посмотрели в целом на конверсию всех этих сайтов, потому что мы знаем, соответственно, что пользователи отправляют заявки и звонят. И, соответственно, мы знаем в итоге уровень конверсии на каждом из исследуемых сайтов. Мы видим, в принципе, что распределение достаточно нормальное. То есть большинство сайтов у нас работает с конверсией от 1 до 3%. Соответственно, в небольших сайтах, несомненно, есть выпады. Меня очень, на самом деле, порадовала, удивила презентация Николая, где на каждом слайде была конверсия 7-15%. Я думаю, блин, что же вы продаете такое? Как бы мне тоже продавать такие вещи? Ну, собственно, в нашей выборке также мы видим, что для небольших сайтов свойственна большая конверсия зачастую. Ну, то есть мы понимаем, что это какие-то посадочные страницы, классные или дегенерирующие, с хорошим контентом и так далее. Для крупных сайтов мы видим, что распределение абсолютно такое узкое, и, как правило, они работают на едином уровне конверсии. То есть это где-то там от 1 до 1,5%. И, соответственно, вот так вот выглядит конверсия с разных устройств. Для мобайл-френдли, не мобайл-френдли сайтов и для десктопных сайтов. Средняя конверсия с десктопных сайтов и не мобайл-френдли сайтов, она почти одинаковая, составляет где-то 1,65%. Средняя конверсия с мобайл-френдли сайтов, с мобильной выдачей, соответственно, она чуть повыше и составляет 1,9%. Я не могу сказать, что это какая-то колоссальная разница в конверсии, что mobile-friendly сайт, это действительно суперкруто. Если у вас не mobile-friendly сайт, то все, значит, уходите с рынка, вам здесь нечего делать, денег вы не заработаете. То есть понятно, что 15% разницы конверсии, это все-таки скорее такая статистическая погрешность. Но здесь, наверное, справедливо будет сказать, что все-таки это автоматизированный тест. Мы выбираем всегда субъективный, исходя из своего ощущения. То есть если мы заходим на сайт, и он удобный, то конверсия с хорошего мобильного сайта наверняка будет в разы выше, чем с отсутствием этого мобильного сайта. Соответственно, мы посмотрели также на конверсию по отраслям по-разному. И здесь на самом деле, я даже не знаю, какой вывод сделал из этого слайда. Мы очень долго думали, но единственное, что мы видим нормальное распределение в недвижимости, где есть нормальный всплеск. То есть мы видим то, что большинство компаний работает примерно с одной конверсией. Есть какие-то небольшие сайты, которые дают конверсию побольше, но их очень мало. Во всех остальных отраслях мы видим, что конверсия распределяется вообще как получится. То есть мы понимаем, что где-то выборки поменьше, но количество сайтов и конверсия. То есть конверсия от 0 до 10% и, соответственно, количество сайтов на каждом уровне конверсии. То есть в недвижимости мы видим то, что в основном конверсия 1-1,5%. В авто она идет от 0,5 до 4, до 3% где-то. В медицине она вообще там абсолютно как получится распределяется. То есть куча сайтов и у всех конверсия от 0 до 10% и нет какого-то общего правила. Соответственно, когда мы очень часто проводим мероприятия по разным отраслям и у нас постоянно спрашивают. То есть скажите, пожалуйста, а какая конверсия средняя в такой-то тематике, я не знаю, в медицине, в таком-то продукте? Ну, можно сказать, конечно, среднеарифметическое, но как бы что даст эта информация? Ну, то есть вот на самом деле как выглядит распределение. Сайт, который получше и у которого чуть получше предложение, он конверсит в 10 раз лучше, чем сайт, у которого похуже предложение. Все очень сильно зависит, все субъективно, собственно. Собственно, именно поэтому, что все субъективно, нужно, конечно, ответственно подходить к созданию непосредственно контента на вашем мобильном сайте, к созданию непосредственно хорошего мобильного сайта. Я вам рекомендую еще скопировать вот эту вот ссылочку, тоже почитать статью от Google. 25 принципов построения хорошего мобильного сайта. Ну, как бы базовые принципы, они понятны, они выделены на экране. То есть это простая, понятная главная страница с удобным поиском, с хорошей навигацией. Как можно меньше контента на главной странице, то есть лучше спрятать его как раз непосредственно где-то в навигации, чтобы человек мог до нее добраться, до любой информации, до любого функционала, там, и дестопного сайта. Но не обязательно уводить это сразу. Хорошие, простые формы, которые достаточно удобно открываются на смартфонах, даже с небольшими экранами. Нормальные модули, ну, в смысле торговли, удобные корзины, которые также удобны на небольших экранах смартфонов и так далее, и так далее. В общем, подробнее можно почитать по этой ссылке. Очень полезно. Итак, вот как раз мы подошли сейчас уже к части, которая говорит, о которой мы говорим про скорость загрузки сайтов. Мы выделили несколько таких интересных моментов. Но сейчас, пожалуй, это будет спойлер. То, что половина пользователей уходит с сайта в случае, если он грузится больше пяти секунд. Запомните эту цифру. То есть это очень важно. Ну и в принципе мы выявили то, что в России по нашей выборке всего половина всех сайтов грузится быстрее, чем семь секунд. То есть мы априори уже как бы хуже, чем вот этот базовый показатель. Но эта статистика, в принципе, не очень плохая, потому что коллеги из Google, западные наши, также проводили подобное исследование, но без колл-трекинга, без конверсии, просто по четырем тысячам сайтам. И оказалось, что всего три четверти всех сайтов грузится, точнее, три четверти всех сайтов грузится дольше пяти секунд. И, соответственно, половина пользователей с них уходит так, не дождавшись загрузки. Это связано, наверное, опять же с теми же микромоментами. То есть вы хотите получить ответ тут же и сразу, потому что вы набираете какой-то свой пользовательский запрос непосредственно на ходу. Если сайт долго грузится, если он не отвечает сразу на ваши какие-то поставленные вопросы, то вам проще идти к конкурентам и, не знаю, потратить больше времени, просматривая другие сайты, чем ждать от этого сайта реакции. Собственно, как правильно считать скорость загрузки сайта? Здесь, на самом деле, тоже очень много разных подходов. Мы очень долго думали, какой же показатель нам все-таки стоит выбрать. То есть время получения первого байта, либо непосредственно полная загрузка всего сайта, либо загрузка всех картинок или что-то еще. Вот здесь вот функционал как раз веб-пэйдж-теста достаточно удобный. То есть он позволяет померить время визуальной загрузки главного экрана, то есть видимой части главной страницы. Но мы решили то, что это будет наиболее объективный показатель. То есть как только пользователь увидел у нас полностью загруженный сайт, соответственно, его хотя бы видимую часть, то он уже начинает с ним дальше работать. Его же не так сильно напрягает то, что в конце какие-то картинки не подгрузились, или где-то вот эти вот там мигающие какие-нибудь кружочки идут и так далее. То есть это не так критично. Здесь должно быть видео, но, к сожалению, презентация в PDF, поэтому я просто расскажу, что там должно было быть. Здесь была демонстрация просто. Один сайт грузится достаточно быстро, за 5 секунд. И мы, в принципе, прям визуально видим то, что раз, два, три, четыре, сразу все подгрузилось, все хорошо, удобно. А второй сайт грузился долго, на протяжении 22 секунд. Но, к сожалению, почему мы привели этот пример и хотелось бы, конечно, чтобы вы его увидели. Потому что по статистике 10% сайтов нашей выборки загружаются дольше 10 секунд. Мы видим то, что достаточно большое количество сайтов грузится больше 13-15 секунд и так далее. То есть проверьте обязательно ваш сайт, вы, возможно, удивитесь. Потому что даже какие-то базовые картинки, которые вы считаете необходимыми для того, чтобы они показывались на вашем сайте, они могут очень сильно загружать, на самом деле, или его из-за этого ваша конверсия сильно падает. В общем, половина сайтов грузится дольше 7 секунд. Всего лишь 0,3% сайтов находится в хорошей зеленой зоне к загрузке до 3 секунд. То есть таких сайтов в России практически нет. То есть основное количество сайтов по нашей выборке грузится как раз от 3 до 5 секунд. То есть это более-менее еще, скажем так, нормально. И здесь нам на помощь еще пришли наши коллеги, опять же, из западного Google. То есть они провели тоже достаточно интересное исследование по 4,5 миллионам сеансов. Они смотрели на зависимость конверсии от скорости загрузки сайта непосредственно. И мы видим то, что пик конверсии достигается на уровне где-то 2,5-3 секунд, когда конверсия максимальная доходит до 2%. Уже на 6 секундах конверсия падает до где-то 0,7%. То есть на 5 секунд она в 2 раза меньше, чем на пике, всего лишь 1%. То есть мы видим конкретно очень прямую яркую зависимость, к которой можно, собственно, сделать выводы. Все, сфоткали? Ну, собственно, в нашем исследовании мы рассматривали количество сеансов в десятки раз больше, чем 5 миллионов. И мы рассматривали там не несколько сайтов, а полторы тысячи сайтов. Но мы видим, в принципе, очень похожую картину. То есть наиболее быстрые сайты, которые грузятся за 3 секунды и ближе к этому времени, скажем так, достигают средней конверсии в 2 раза больше, чем наиболее медленные сайты, которые грузятся 10-11 секунд. Вот. Такая интересная штука. Здесь наши коллеги, опять же, из западного офиса Google сделали очень интересную штуку. Они смоделировали данные нескольких тысяч сайтов. И все это дело загрузили в нейронную сетку. Вот мы загрузили в эту модельку данные среднего, точнее, крупного российского e-commerce онлайн. Соответственно, мы сделали очень простой вывод. То, что в случае, если мы увеличиваем скорость загрузки сайта с 6 секунд до 3 секунд, мы получаем на 20% больше выручки. Без каких-либо дополнительных рекламных затрат, без каких-либо там дополнительных затрат на бизнес-процесс. Ну, то есть как бы это все вот именно на стороне скорости сайта. Такая вот интересная штука. Вот. Ну, соответственно, собственно, эволюция мобильного сайта идет достаточно понятно и просто. То есть изначально мы думаем о том, что хорошо бы, чтобы наш сайт был адаптивным, чтобы он нормально показывался на мобильных устройствах. Потом мы начинаем задумываться о скорости его работы, скорости загрузки. Потом мы начинаем думать о юзабилите, потому что просто взять и там немножко по-другому сделать элементы. Этого недостаточно, чтобы сохранить хорошую конверсию. То есть по-хорошему сайт нужно мобильный достаточно серьезно перерабатывать. И, в общем, как бы технологии идут вперед. Но необходимо, конечно же, наблюдать за всем этим делом. Ну и мобильного сайта, собственно, недостаточно, чтобы показывать хорошие результаты. То есть мы понимаем, что только первая часть – это инструмент. Сейчас, благо, все рекламные площадки практически позволяют отдельно настраивать рекламу для мобайла, использовать другие форматы объявлений, конечно же, другие там тексты, ставки и так далее, и так далее. Ну то есть, конечно же, этим нужно пользоваться. То же самое касается аналитики. То есть нужно следить за трендами, смотреть на то, насколько эффективно работает аудитория. Ну, собственно, об этом очень подробно уже рассказывал Николай. Кратко хотел бы подытожить то, что я рассказывал сейчас. В общем, первый тезис – то, что конверсия с мобайл-френдли сайтов в среднем по большой выборке на 15% выше, чем конверсия с не-мобайл-френдли сайтов. Я не могу сказать, что это громкий вывод. Я думаю, что вы все прекрасно понимаете. Но все же здесь вывод, наверное, более субъективный. То есть мы все понимаем, вот как бы подсознательно, то, что мобайл-френдли сайт хороший, будет работать лучше, чем плохой. Статистика говорит о том, что необязательно. Поэтому все субъективно нужно тестировать, пробовать у себя. И самый, наверное, такой громкий вывод – это то, что лучшие по скорости сайта в полтора раза лучше конверсия, чем худшие по скорости сайта. То есть это действительно подтвержденный вывод из нашего исследования. То есть обязательно проверьте скорость загрузки вашего сайта. Если она больше 4-5 секунд, то стоит переработать что-то. И, соответственно, важный момент – то, что, собственно, скорость загрузки сайта влияет не просто на какие-то показатели, там, синтетические, базовые какие-нибудь, которые вы видите в Google Analytics. Это непосредственно деньги. То есть увеличивая скорость загрузки сайта, например, с 7 секунд до 3 секунд, мы, в принципе, можем получить до 20% дополнительной прибыли. Я бы, наверное, не стал говорить о том, что в мобильном сайте нужно все срезать и полностью оставить, не знаю, только одну кнопку, оставить заявку, телефон и написать сверху, мы самые классные. Конечно же, так не будет работать. Но, с другой стороны, скорее всего, весь сложный, весь тяжелый функционал, какие-то большие, там, контентные, я не знаю, статьи и фотки, можно, в принципе, скрыть какие-то разделы сайта в навигацию, что пользователь постепенно открывал для себя, как бы, вашу компанию, ваш сайт. А вот на первом экране он получал непосредственно самую важную информацию. Вот. На этом у меня все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.